Партия русских Вопрос, как у нас очень говорят министры, вопрос очень интересный. Я хочу сказать, что на эту тему мы, по-моему, один раз в этой студии уже обсуждали о национальных партиях. То есть вы когда говорите партия русский, мы возвращаемся к этому слову обратно. Например, что сегодня ведь многие национальности, которые на северо-востоке. Я вот хочу еще раз сказать, например, цифры, что у нас была такая интересная, собственно говоря, передача КВН. Когда дети там, значит, ну как дети, юноши, девушки там играют, задают вопросы, спрашивали, например, такой на разминке вопрос, а сколько ж национальности, например, в Кухлаярию? 49. Я думал. Оказалось 51. Два китайца приехало там еще, добавилось это дело. Но я вернусь к вашей идее. Почему? И поэтому, когда, собственно говоря, и ведь я могу сказать, что я был, например, один из учредителей Объединенной Народной партии Эстонии, которая в 1994 году, в общем-то, учредилась. Мы ездили туда, и первые годы, два года, буквально с половиной я работал в этой партии. И я искренне, ну, имея одно из высших образований, скажем, партийно-политическое, я думаю, что я все-таки разбираюсь в программах этих партий, которые нам представили. И я могу сказать, что в 1994 году, в общем-то, достаточно интересные были задумки по самой партии. А потом партия стала тем, кто, в общем-то, стоял у руля власти, в общем-то, партии. Он потихоньку начал ее сворачивать на именно то, что вы произнесли, русская партия. Понимаете? Национальная партия не будет. Будь это чисто эстонская партия, немецкая, русская, еврейская, если так сказать, белорусская, они не могут существовать. По одной простой причине, что у них в основе, в принципе, устава заложено, в принципе, национальное, собственно говоря, отношение. И когда ты, например, приходишь к власти, то у тебя начинаются, у любой партии у тебя начинаются те проблемы, о которых мы уже с вами полчаса говорим. Надо воспитывать детей, значит, надо организовать школу, надо, чтобы в городах было светло, значит, надо образовать электричество. У нас многие даже не задумываются, когда рассуждаешь, например, откуда электричество берет, когда начинаешь все говорить, что 94%, почти там, 93 с копейками, 4% электричества дают наши шахтеры-энергетики, которые живут на северо-востоке, в Нарвив конкретно, собственно говоря, да, то начинают думать, что да, правда, неужели? Я не хочу никого обидеть по знаниям все это дело, поэтому я не поддерживаю идею национальных партий, скажем, да, потому что после того, как она, еще раз повторю, придет к власти, если такое случится на национальной власти, что делают центристы? Я думаю, что у нас тоже свои проблемы, скажем, ну, внутренние проблемы, скажем, партии, я не могу сказать, что они существуют, это дело, но ведь они тоже, например, завязаны, скажем, на отношениях русского, собственно говоря, значит, человека, ну, по, скажем, кстати, на конференции, на которой были, старейший на уезда задал вопрос по мне, например, собственно говоря, значит, говорит, вот у него, говорит, папа эстонец, мама финка, а он, в общем-то, на русском говорит, кто он? На что ученый, профессор, выступающий с Тартовского университета, сказал, что это, в общем-то, значит, язык дома, на каком говорят языке? У нас дома папа с мамой, мама на финском говорила, папа, действительно, на эстонском и русском языке язык был дома, в общем-то, русский, и мы продолжаем, и с супругой у меня тоже русский дом, значит, я все-таки должен считать себя, скажем, русскоязычным человеком, несмотря на то, что, в общем-то, корни все вот такие уходят. Поэтому сегодня и в центристской партии есть вопросы, но вы поймите правильно, что ведь в политике любой партии есть ведь лавирование, например, да, соотношение, потому что хотим мы или нет, например, значит, у центристской партии ведь тоже есть еще и эстонский электорат, и такого открытого нет. Но никто не стесняется, мне никогда никто не закрывал рот от того, что я, например, говорю на русском языке, даже в присутствии своих коллег, наоборот, они еще со мной, эстонцы со мной, наоборот, пытаются говорить. И фигуры, которые, собственно говоря, такой позиции занимают, и тот же самый Вельман, и та же Сорго Сытник, например, да, и тот же самый, собственно говоря, значит, Ильдар Эфендиев, ваш коллег, ваш земляк, в принципе, ну я имею в виду, наш земляк, в принципе, или Михаил Стальнухин, мы никогда не стесняемся говорить на русском языке. И что тут такого страшного-то, в общем-то? Поэтому мне кажется, что, вот, скажем так, каждый пытается, ведь не только одна, только русская партия, да, тем более, посмотрите, представители русской партии вдруг сделали их зигзаг и пошли в рахвалит. А что рахвалит, что русская партия, что? Для того, чтобы, в принципе, получить какие-то голоса или какое-то занять место на политическую, общего своего не хватает, собственно говоря, возможностей, опыта, например, да, чтобы получить результат, значит, ушли все равно, ушли в рахвалит. Поэтому я считаю, что, я считаю, что, может быть, вот ваш вопрос, скажем, что делает Центристская партия, это достаточно большой вопрос, но вот я говорю, что никогда Центристская партия не отворачивалась, собственно говоря, от русского избирателя. Не всегда удается, ну и тем более, ведь на чем сделан сейчас последний скандал нашего председателя, да, ведь на разыграна опять русская карта. У кого какие-то еще вопросы есть? Пожалуйста. Я Семенова Вера, и я, как пенсионерка, но у меня больной вопрос. У нас в Нарве больше, чем 50% безработных. Многие безработные сказали, вот, вы будете учиться, значит, вы найдете новые места. У многих, которые учились, и куда деньги уходили, это, естественно, учили людей безработных. Но эти безработные имеют несколько специальностей, но ни на одной специальности работать не могут, потому что нет работы. Какая может быть экономика, и куда эти деньги ушли, и для чего они ушли впустую, если нет работы для тех, которые уже умеют работать. То есть, если приформулировать ваш вопрос, зачем было впустую проводить обучение, если все равно нет нерабочих мест, да, и вот этим людям после того, как они получают там сертификаты или дипломы, все равно некуда устроиться. Правильно? Я думаю, что здесь стоит заметить о нескольких, наверное, неделях назад, которые проходила, в общем-то, скажем, диалог или, скажем, дискуссия о качестве подготовки, собственно говоря, или профессиональной подготовки вообще высших учебных заведений, профессиональных училищ, собственно говоря, и тех же самых, этот следующий, третий этап, большой блок, это те, кто проходит переподготовку. Я вспоминаю, в общем-то, с первые годы, когда деньги выделялись государством через наши, значит, вот эти европейские фонды, они выделялись, собственно говоря, сначала в большей степени, скажем, на западные регионы, потом там стала поправилась ситуация, стали приходить к нам. И первые условия, которые были, обязательно использование этих денег, это когда ты должен быть три четверти или 75 процентов, переобучаешь человека, в принципе, ты должен три четверти найти место, чтобы этот человек, в общем-то, нашел рабочее место. И, кстати, возвращаясь к этой дискуссии, ведь очень много вопросов ставилось о том, что, например, это переподготовка, с одной стороны, тех, которые новые квалификации должны получить. Мне кажется, что вот в государственных программах, которые сегодня, у нас в государстве нет, наверное, четкого, собственно говоря, понимания, например, кого готовим, куда готовим и сколько. И точно так же, я думаю, что вот мы говорили о педагогике, например, да, ведь тоже возникает ситуация, когда у нас тут была тема немножечко о том, даже мы говорили о том, что где же пройти эту подготовку или практику, где пройти. Ведь у нас нет четкой программы, что в этой школе будет столько-то детей, нам надо будет столько-то, в общем-то, скажем, педагогов. Особенно сейчас, мне кажется, что, в общем, акцептация должна быть на педагогов эстонского языка, потому что, действительно, это становится камнем преткновения. Я был в Армении в прошлом году, в принципе, вот с господином Владимиром Вильманом ездили на конференцию православия, вот такая проходит конференция, депутаты собираются со всего мира. 99% в Армении, например, в школах преподается на армянском, простите, языке. У нас уже начинается 60%. Поэтому для того, чтобы преподавать на этом языке, государственном языке, нормально, нам надо четкая программа, чтобы были бы столько-то рабочих мест. Будут ли уходить в 70 наши пенсионеры, перед преподаванием педагоги, или будут уходить в 80 или в 65, чтобы освободить. Мне кажется, что сегодня нет четкой позиции, сколько нам надо рабочих мест, потому что сколько у нас будет рабочих мест. На бирже труда иногда предлагают, в общем-то, скажем, рабочие места, но говорят, они не идут. Ну, только если не пойдут за эту заработную плату, которую предлагают, или там минималку, может быть, сейчас предприниматели смотрят, скажут, да, а что предлагать, если это не будет. Но за эти деньги тоже, в принципе, сегодня государственная дотация в некоторых, собственно говоря, вариантах дороже или дешевле. Человеку, наверное, дороже, дешевле получается, собственно говоря, значит, легче ему получить эту дотацию, чем идти на работу. Вот эта ситуация, когда левая рука не знает, что делает правая, она, к сожалению, вырисовывается и на наших профессиональных центрах, и в том числе и на высших учебных заведениях. Не боятся ли наше государство то, что многие, кто выучился и немножко почувствовал себя сильным, уезжают за границу и не возвращаются. А так, таких людей очень много. Не боитесь ли государства, что у нас ноги уедут и останется ни с чем? Ну, мы уже начали в начале передачи как раз говорить на эту тему о том, что, в общем-то, скажем так, государство по возрасту стареет, потому что идет отток молодежи. Отток молодежи идет, естественно, конечно, не только среди русскоязычной, а и эстонской молодежи. Тоже вот много фактов, когда молодежь уезжает. Но еще раз повторю, что раньше, вот лет 10 назад, я, например, когда беседовал, скажем, там с родителями и все, или там, скажем так, по нынешним временам политическим, там, да, избирателями, там, да, говорят, вот вы не боитесь. Я как-то еще, что вы делаете для того, чтобы вернуть нас сюда, на северо-восток этих людей? Я думаю, что сегодня мир открыт, и вот эта тенденция, собственно говоря, которая оттока, да, наша задача, наверное, вот мы всегда себе вставили в Кухту-Ярю задачу подготовить детей, чтобы они к 18 годам, то есть, точнее сказать, к отчаянию гимназии получили хорошее образование, чтобы они могли бы уже потом, в принципе, по жизни идти с этим образованием и получать, в общем-то, скажем так, или оставаться в тех местах, или искать для себя, в общем-то, скажем, то место, где ему комфортнее, где удобнее. Если мы сегодня здесь не можем своей политической, собственно говоря, экономической политикой, не можем этим молодым делать, делать, я думаю, что, в принципе, этот процесс будет идти дальше. Больше того, сегодня ведь открываются, открываются, в общем-то, просторы Евросоюза, как и раньше же, ведь после окончания высшего учебного заведения, вот оканчивали Санкт-Петербург, а ехали, например, на Кавказ работать. У меня супруга, например, точно так же Санкт-Петербург закончила, повезла, поехала, например, работать на Кавказ три года, или там на Дальний Восток, или куда-то другая. Сегодня сам человек выбирает в зависимости от своей подготовки, и, к сожалению, я думаю, что государственная политика сегодня не направлена на то, чтобы кто-то возвращался. Еще раз повторяю, что это не только касается Кохлой Яреве, Нарвы, Селомя или Северо-Востока, это касается и других частей нашего государства. КОНЕЦ